Территорию Европы, расположенную к северу от 55-й параллели, принято называть Северной. Материковая часть Северной Европы, Финоскандия. Здесь расположены капиталистические государства Норвегия, Швеция и Финляндия. Исландия и ряд мелких островов также часть Северной Европы. Более чем на 1500 километров протянулись скандинавские горы. Они сложены древними магматическими и метаморфическими породами. Здесь был центр европейского оледенения. Мощные потоки льдов разрушали скалы, сглаживали их неровности. Так образовались современные фьельды, плоские каменистые плато. Тающие языки ледников проникали в трещины и впадины, обрабатывали их стены и дно, оставляя на своем пути цепи озер. В наше время ледники лежат лишь на самых высоких участках скандинавских гор. Следы древнего оледенения встречаются повсюду в Скандинавии. Это и обработанные ледником склоны, и сглаженные холмы Баранилбы, и бесчисленные островки Шхеры, верхушки раздробленных береговых скал. Море затопило понижение между ними. В Шхерах, на 14 островах, построена столица Швеции, Стокгольм. Глубокие трещины в гранитных массивах затопило море. Так образовались узкие заливы фьорды. Западный берег Скандинавии весь изрезан ими. Страной фьордов называют Норвегию. Каждый клочок земли отвоеван у моря и скал. Дома тесно лепятся друг к другу. Здесь живут норвежские рыбаки. Море их единственный кормилец. Народ потомственных мореплавателей дал миру отважных исследователей Арктики и Антарктики, Нансена и Амундсена. Как реликвию хранят норвежцы корабль Фрам, на котором Нансен шел к Северному полюсу. Почти все города Западной Скандинавии расположены на побережье. Таков тысячелетний Тронхейм. Такова столица Норвегии – Осло. Западные берега Скандинавии редко освещаются солнцем. Здесь господствует океанический климат с прохладным дождливым летом и мягкой зимой. Самое влажное место в Северной Европе – город Берген с его окрестностями. Такой ясный день здесь редкость. Осадка выпадает до трех тысяч миллиметров в год. Океан – не только источник влаги, но и гигантский аккумулятор тепла. Теплое североатлантическое течение смягчает климат вблизи полярного круга. Море не замерзает даже у мыса Нордкап – крайней северной точки материковой Европы. Высокогорный пояс Скандинавии занимает тундра. Ниже по склонам – березовая криволесия. В долинах массивых хвойных лесов. В Южной Швеции к хвойным породам примешиваются более теплолюбивые, широколиственные. Сплавляют лес по быстрым горным рекам. В прозрачных водах отлично ловится форель. Реки срываются со скал водопадами и текут так стремительно, что не замерзают зимой. Река Паза протекает по границе трех государств. Энергетиками Норвегии, Финляндии и Советского Союза на Пазе построен каскад электростанций. Недра гор Скандинавии богаты рудами цветных и редких металлов, бокситами и особенно железной рудой. Месторождение в Северной Швеции – одно из богатейших в Европе. Скандинавские горы – климатический рубеж. К востоку от хребта меняется климат и растительность. Горы задерживают океанические ветры и климат тут умеренно континентальный. Зимой на пологих склонах гор и холмистых равнинах Восточной Скандинавии устойчивый снежный покров. Хельсинки – столица нашего дружественного соседа Финляндии. В зимнее время порт Хельсинки закрыт для судов. Зато весна и лето на холмистых равнинах довольно теплые и солнечные. Страной тысячи озер называют Финляндию. Да и сами финны говорят, что у них больше воды, чем земли. Все эти озера ледникового происхождения, как разделяющие их невысокие гряды. Это не что иное, как конечные марены. Масса смешанных с глиной обломков гранита, которую притащил сползавший с гор ледник. Гранит здесь повсюду. Он лежит в виде валунов. Выходит на поверхность сквозь тонкий слой почвы. С давних времен это излюбленный строительный материал. Гранитные скалы неотъемлемо входят в городские архитектурные ансамбли. Строят здесь так, чтобы максимально сохранить природные богатства страны. Камень и лес. Влаги с поверхности земли трудно просочиться сквозь камень. Вот почему в Финляндии так много болот. А там, где суши, холмистые равнины почти сплошь покрыты хвойными лесами. Пахотных земель мало. Сельское население живет на фермах и хуторах. Мы познакомились с Финляндии. Краем скалистых плато и ледников. Шхер и фьордов, озер и лесов. А сейчас наш путь в Исландию. В древности этот остров был частью материка. Древняя суша подверглась опусканию и разломам и стала дном океана. Из гигантских трещин вылились массы лавы и образовали обширное лавовое плато острова. Над ними возвышаются свыше сотни потухших и действующих вулканов. Крупнейший из них — Гекла. Последнее извержение Геклы произошло в 1947 году. Река раскаленной лавы сожгла все на своем пути. В результате вулканической деятельности из недр земли под большим давлением вырываются струи пара и кипящей воды. Во всех частях страны встречаются фонтанирующие горячие источники. Самый большой из них — гейзер. Его именем называют теперь все фонтанирующие горячие источники в мире. Вокруг гейзеров образуются горячие озера. Исландцы широко используют природные горячие воды. Ими наполняют плавательные бассейны, отапливают дома и теплицы, где круглый год выращивают овощи, фрукты, цветы. Исландию недаром называют островом льда и огня. В ее недрах бушует раскаленная лава, тогда как ее плато покрыто ледниками. Здесь берут свое начало бурные реки. Пороги и водопады делают их особенно живописными. В горах Исландии много ледниковых озер. Островное положение в северных широтах определяет господство холодного климата. Средняя температура июля не поднимается выше 10-12 градусов. Поэтому большая часть острова покрыта тундрой. И только на крайнем юге острова, да вблизи горячих источников, встречаются рощицы березы, рябины и можжевельника. Недостаток тепла не дает возможности выращивать зерновые. Землю обрабатывают для получения кормовых трав. Большие площади заняты торфяными болотами. Добываемый торф идет не только на отопление жилищ, но и на их постройку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok